Приветствую, друзья! Ну что, как говорится, что у нас плохого, да? В принципе, по-прежнему биткоин движется в боковичке, но пару моментов хочу сегодня еще обсудить и отметить. Во-первых, был у нас перебой максимума вот здесь вот такой. На DUDEX вам тоже покажу. У меня есть такая линия здесь. Смотрите, вот этот перебой максимума. До этого мы двигались, в принципе, вверх. И вот такая вот линия, ну где-то на 8200, у меня здесь 8212. Так вот, выше этой линии поднимались. Высокий максимум, более высокий минимум. Все здорово. Растущий тренд. Тестируем постоянно вот этот вот какой-то уровень, чтобы его пробить. Пробили. Фишка в чем? Если мы пробиваем предыдущий максимум, то, по идее, за ним сконцентрировано большое количество стопов, которые на таком вот топливе поднимают график наверх. То есть на срабатывании стопов шортистов мы должны были бы подняться. Как видите, вместо этого цена пошла, но на разных биржах там 8360, 8350, здесь вот 8340. Так вот, дальше этого слабого перебития она не пошла, и цена резко упала вниз. То есть, с одной стороны, это говорит о том, что уровень был перебит, протестирован, но ликвидности здесь особой не собрали. И по идее туда бы надо вернуться и пробиться еще выше, там, где самые основные стопы и лежат. И, в принципе, если вы посмотрите на других биржах, ну, объем вышел там достаточно маленький. И, во-вторых, если с другой стороны посмотреть, это, естественно, можно рассматривать просто как вынос шортистов перед движением вниз, которое у нас, собственно, потом и произошло. Но, опять же, было оно не сильное, то есть здесь, по идее, могли бы шортисты закрыть свои позиции, однако рынок им сделать этого не дал. Вот таким вот образом, по крайней мере, очень коротким шортистам с высоким плечом. И после такого движения вниз мы продолжаем восстанавливаться. Видите, симметричная картина отображается от этой линии. И, вроде бы, как сейчас мы пытаемся ее протестировать наверх. Тоже рисуем более высокие минимумы, более высокие максимумы. Конечно, если посмотреть более крупный таймфрейм, то по-прежнему у нас вырисовывается теперь уже бычий флаг вот с таким наклонным каналом. Но, тем не менее, пока еще с целью похода наверх. Вот на этом вот движении вниз особенно большого объема, в принципе, тоже не было. То есть могли бы упасть еще и ниже. Но, вот скажем, по Fibonacci опустились мы на где-то 38,2% от максимума, до которого дошли. Причем интересное сопоставление. В прошлый раз, когда был вот такой вот рост, мы тоже выросли с минимума до максимума и перебили предыдущий максимум. Я вот отметил цифры 1,2. И потом опустились примерно на 38,2%. Вот цифра 3, после этого пошел рост. Здесь у нас был рост, но можно отсюда считать, можно отсюда. Примерно похожая картина. Вот первый максимум, второй максимум. Спустились до 38,2% и опять пошел по идее рост. То есть, конечно, они там не идеальный фрактал, не идеальное, вернее, повторение паттерна. Но, по крайней мере, очень похоже. При этом, надо сказать, что, конечно, все это видят. И все, ну, может быть, не все, но многие пытаются сейчас это сторговать. Поэтому вполне вероятно, что рынок может пойти как раз против этого количества людей, если оно будет большинством. Большинство, ну или нет, конечно, сказать нельзя. Тем не менее, стоит это учитывать. Продолжая же серию, что бы я сделал, если бы я был бы манипулятором, я бы, наверное, все-таки, ну вот, отбился от вот этой вот границы канала и пошел вниз уже. После того, как я пошел вниз, я бы протестировал, возможно, нижнюю границу, ну, как-то так. Так, встретился здесь, вот в этой вот области, с базовой линией Bollinger на 4-часовом таймфрейме. Таким образом, как и в других случаях, там, скажем, вот здесь вот у нас произошло отбитие от, ну, практически от этой линии цена пошла вверх. Вот здесь, например, наоборот, прошла цена ниже, и мы развернули тренд. Ну, и как в других случаях тоже было. То есть здесь будет такая вот решающая ситуация, точка, в которой либо мы пройдем ниже, либо пройдем вверх. Конечно, может все быть и по-другому. Можем просто сейчас взять и выстрелить на 8500, все это реально. Однако, вот, опять же, такой вариант, мне кажется, более разумным. Покупатель, по крайней мере, здесь вот выглядит слабо. При этом, опять же, что еще может случиться, это то, что так как здесь у нас было перебитие ложное, выброс наверх, да, то здесь у нас может быть сначала такой же выброс ложный вниз. То есть мы можем пробить 4-часовую базовую линию Bollinger вниз где-нибудь там на 8050, там на 8000, может быть, даже, и потом резко подняться вверх и отрабатывать движение в рост, как раз уже вынося всех шартистов, которые зашли бы потом вот на этом ложном пробитии. Такое тоже возможно. Но, тем не менее, как видите, вариантов куча, определенности никакой нет. Есть паттерн, давайте его торговать, смотреть, как будет цена отрабатывать с уровнями и так далее. Пару моментов, которые я тут постил в Твиттере и в Телеграме. RSI на часовом таймфрейме показывает вот такую вот линию поддержки. То есть, по идее, опять же, мы могли бы спуститься немножко и протестировать ее еще раз, а потом уже от нее пойти вверх. По-моему, было бы логично, хотя и здесь вот эта вот зона неопределенности, в которой может произойти пробитие вниз, тоже вполне вероятно. При этом BitMEX Funding and Premium Index сейчас движется в отрицательную сторону. На часовике все в минусе. По идее, в таких случаях у нас был рост очень-очень часто. Конечно, на более длинных таймфреймах было бы это более надежно. Однако, как говорится, начало положено. Может быть, это и не стопроцентная заявка на рост, а по крайней мере, на вариант ложного пробоя вниз, а потом рост. Но это очень-очень похоже. Кроме того, на дневном таймфрейме наблюдается вот такая картина на индикаторе Fischer Transform. Появился пересечение, бычье пересечение, после того, как мы были на уровне почти минус 2, что говорит о сильной перепродности рынка и большой вероятности отскока его наверх. Вот, собственно, этот отскок и случился. Теперь у нас бычье пересечение. Но нужно его удержать. Может быть, еще одна-две свечи, после чего мы увидим уже явный рост этого индикатора вверх. Что будет, естественно, только в случае, если мы получим вот этот вот бычий сценарий наверх, и цена пойдет все-таки выше 8300. Тем не менее, обычно такие пересечения отрабатывают себя очень неплохо. Ну и последнее, что я хотел отметить. На дневном таймфрейме Myer Multiple. Myer Multiple, как вы помните, это просто-напросто соотношение цены к 200-дневной скользящей средней этой самой цены. И сейчас мы находимся у зоны, которая исторически служила сопротивлением на медвежьем рынке и поддержкой на бычьем рынке. Вот такая очень похожая ситуация у нас была в 2015 году. Вот здесь вот сначала было отбитие, потом мы его пробили, вот этот уровень, как и здесь, пробили наверх. Вот такой рост был. И потом ретест этого уровня. На самом деле, здесь бы я его опустил чуть ниже, но просто для того, чтобы он совпадал с вот этим, я оставил на 0.9 его. Так вот, пробили его резкой свечкой и пошли потом наверх. Вот здесь мы сейчас находимся прямо-таки вот у него. Может быть, еще один такой пробой вниз, прокол, да, это как раз, наверное, приведет к сбою тех стопов, которые находятся ниже 7700. И вот тогда мы можем действительно уйти наверх. То есть такой вот вариант вполне, на мой взгляд, реален. Конечно, сильная штука была бы реакцией со скалящей средней, но с ней ничего не вышло. Она, видите, сейчас намного выше, чем вот в этом случае. Явная перепродность рынка, но мы действительно упали намного сильнее, чем падали раньше, там, в 2016-2017 годах. Так или иначе, несмотря на то, что я, в принципе, жду еще все-таки падения ниже 8000, очень слабо видится мне этот рост, но стараюсь быть оптимистичным. Будем надеяться, что все-таки вот это все кровопролитное падение закончилось, и, наконец-то, мы увидим какой-то рост. Уже очень-очень долго вот этот вот коррекционный период длится, уже всем надоел, хочется зелени, хочется иксов. Так что будем наблюдать. Ну, а вам спасибо за просмотр. Удачной торговли. Пока.